Четвертый год в крае проходит конкурс «Безопасное колесо». Участие в нем принимают ребята из всех школ Кубани. Сочинцы тоже не отстают. Конкурс стал настолько популярен, что в этом году некоторые школы выставили по несколько команд. Это не может не радовать нас, как госавтоинспекцию. Поэтому в данном направлении работа ведется. И, конечно, это сказывается и на аварийности с участием детей. Ежегодно она у нас сейчас на протяжении пяти лет снижается. Районы этапы конкурса уже прошли. И сегодня за звание лучших борются победители. Несмотря на то, что с каждым годом детский травматизм на дорогах уменьшается, профилактическую работу ослаблять нельзя, считают организаторы. Проблема остается актуальной. Есть случаи травматизма. И мы не останавливаемся. Мы продолжаем обучать наших ребят каждый год. И в этом нам помогают замечательные юные инспектора дорожного движения. Чтобы стать победителями, все команды должны пройти четыре станции. Ребята обязаны знать основные правила движения при переходе через дорогу. Сознанием дорожных знаков проблем тоже не возникло. А вот оказание первой медицинской помощи некоторым участникам показалось довольно сложным конкурсом. Но на такой случай в финале принимают участие врачи, которые могут подсказать, что нужно делать в экстренных случаях. При наложении правильного жгута кровотечение останавливается. И сюда вкладывается записка с временем, когда вы наложили жгут. В финале ребята могли блеснуть знаниями не только в теории. Один из этапов и, наверное, самый любимый для участников – поездка на велосипеде. Элемент змейка оказался всем по силам. Все-таки эти ребята лучшие в своих районах. Победу в финале конкурса одержала команда девятой школы. Она же и поедет в Анапу на краевой этап. Игорь Кирпа, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.